Welcome to lesson 31 You have been to New York, haven't you? Ты был в Нью-Йорке, не так ли? Или такой пример You can ski, can't you? Ты умеешь кататься на лыжах, правда? Как вы могли догадаться, разделительный вопрос это не что иное, как вот эти два слова после запятой Haven't you, can't you? На русский мы их переводим чем-то вроде Правда, да, не так ли, не правда ли? Для нас это звучит не очень естественно Но для носителя языка это очень привычный оборот, который можно встретить очень часто Как образуется такой вопрос? Для начала мы делаем обычное утверждение Потом ставим запятую и добавляем вопрос Какой здесь принцип? Смотрите на первую часть предложения до запятой Если там предложение утвердительное, то есть схематично это плюс То после запятой должен стоять служебный глагол или модальный глагол в отрицательной форме Обратите внимание на наши примеры Have превратился haven't, а can в can't You are my friend В первой части плюс, то есть утверждение Служебный глагол are В конец предложения ставим отрицательную форму aren't Плюс местоимение, соответствующее подлежащему Вот как-то так И еще пример немного посложнее You like pineapples, don't you? Вы любите ананасы, не так ли? Или вот такой пример You watched the game yesterday, didn't you? Ты смотрела вчера игру, да? Объясняю, откуда здесь после запятой стоят don't и didn't Все, кстати, логично Посмотрите, например You work a lot, don't you? Как и положено, первая часть утвердительная Вторая, значит, наоборот, отрицательная Вспомним, как задаются вопросы в present simple Ну и в fast simple, кстати, тоже В начале ведь там do, does ставится Или did в прошедшем времени, правильно? Из помогательного глагола do Мы легко можем сделать отрицательную форму don't И вот так мы получаем тот самый don't Который мы и ставим в конце предложения Теперь взглянем на обратную ситуацию Посмотрим на примеры You can't ride a horse, can you? Ты не умеешь кататься на лошади, ведь так? Или такой пример You don't like me, do you? Еще пример вот такой You haven't seen our granny, have you? И, наконец You weren't at the party yesterday, were you? Здесь принцип, по сути, тот же, что и раньше Только теперь начинаем отрицательной частью предложения И заканчиваем утвердительной You don't like me, do you? Don't like, отрицание Значит, после запятой будет утвердительный глагол В данном случае это do Главное помнить правило, что в двух частях предложения Должны быть противоположные знаки Минус в начале, в конце плюс Плюс в начале, минус в конце Как и у многих правил, у этого есть свои исключения Даже не то чтобы исключения Просто обороты, которые нужно запомнить Итак, первое В повелительном наклонении Окончание будет стандартное Will you? И вот несколько примеров Help me, will you? Помоги мне, ладно? Don't go out, will you? Не ходи на улицу, хорошо? Open the window, will you? Открою окно, а? Второй момент это выражение Slats Переводится как Давай или Давайте В смысле что-нибудь поделаем В таких выражениях ставим в конец Shall we? Это тоже стандартная фраза, которую просто запоминаем И вот примеры Let's go for a walk, shall we? Пойдем гулять, а? Let's have some fun, shall we? Ну что, повеселимся? Let's go to the cinema, shall we? Пойдем в кино, хорошо? И вот еще один случай, который надо запомнить Когда говорим о себе I am Конец предложения будет стандартный Aren't I? Примеры такие I'm late, aren't I? Я поздно, да? I'm funny, aren't I? Я забавный, правда? I'm stupid, aren't I? Я глуповат, не правда ли? Вроде все, что мог, я рассказал Теперь ваша очередь попробовать свои силы В разделительных вопросах Ваша задача предельно проста Поставьте, пожалуйста, окончание к этим предложениям Не забывайте ставить меня на паузу И делать все самостоятельно, а потом проверять Начнем It is a beautiful day Isn't it? Чудесный день, не так ли? You haven't seen Mary today Have you? Ты не видел сегодня Мэри, да? They like us Don't they? Мы им нравимся, правда? I'm smart, aren't I? Я умен, не так ли? Tim doesn't look well today, does he? Тим сегодня выглядит не очень, да? You went to Australia last year, didn't you? Ты ездил в Австралию в прошлом году, не правда ли? Bring me that book, will you? Принеси мне книгу, а? She has got beautiful eyes, hasn't she? У нее красивые глаза, не так ли? Let's play tennis, shall we? Ну что, сыграем в теннис? She can play the guitar, can't she? Она умеет играть на гитаре, не правда ли? Единственное, что я забыл вам сказать, это то, что такими вопросами можно пользоваться в двух случаях. Для констатации факта, то есть, когда вы ожидаете, что с вами наверняка согласятся, тогда интонация не должна быть вопросительной. Например, She can play the guitar, can't she? Или же непосредственно как вопрос, тогда и интонация должна быть соответственно вопросительной. Например, You went to Australia last year, didn't you? Ну вот и все. Подписывайтесь, кто еще не успел. Оставляйте свои комментарии и пожелания. Всем отличного настроения. Увидимся в следующем уроке. Bye-bye and see you soon.